Верховная Рада Украины уравняла пенсии добровольцев и контрактников по инвалидности. В Украине запрещены все российские платежные системы. Это произошло после того, как президент ввел расширенные санкции против страны-агрессора. Указ Петра Порошенко запрещает работать у нас в стране и отменяет регистрацию договоров «Золотой короны» Юнистрима. Речь также идет о международной платежной системе «Колибри» и денежных переводах «Лидер». Также в санкционный список попали такие довольно крупные системы, как «Анолик» и «Близко». Всего в санкционных перечнях 271 юридическое лицо, включая банки и СМИ. Смерть тайского короля может отразиться на экономике страны. Закрытые из-за общенационального траура бары и рестораны лишают местных жителей заработка. Когда на прошлой неделе скончался почитаемый в Таиланде король Пхумепона Дульядет, граждане погрузились во всеобщую скорбь. Во многих районах Бангкока, где раньше кипела ночная жизнь, огни погасли. Люди пересмотрели свои планы и на 30 дней отказались от праздничных мероприятий. Многие поспешили купить черную одежду. Туристы сначала были удивлены, ведь сюда приезжают ради пляжа и яркой ночной жизни. Но постепенно и они привыкают к атмосфере траура. «Мне все равно нравится Бангкок. Я не любитель алкоголя, выпиваю редко, но без вечеринок прожить могу. Я просто наслаждаюсь городом и я уважаю право людей на скорбь». Король скончался в то время, когда темпы роста тайской экономики начинали проявлять признаки восстановления. До этого экономическое развитие тормозили политические неурядицы. Во втором квартале темп роста увеличился на 3,5%. Это наивысший показатель более чем за три года. Помогли туризм и повышение государственных расходов. В целом на туризм приходится 10% национального ВВП. В последние годы он был одним из главных двигателей экономики. Объемы потребления и экспорта сокращались. В этом году страна ждет рекордного числа туристов – около 33 миллионов. Но на улицах Бангкока люди не так оптимистичны. «Для плохой экономики много причин. Чиновники не разрешают продажи на тротуарах. У продавцов нет денег, у людей нет денег. Люди покупают только самое необходимое, а другие вещи не покупают». Официальный траур продлится в Таиланде год. Премьер-министр страны призвал предпринимателей продолжать работать в обычном режиме. «Надеюсь, у правительства есть план стимулирования экономики, и похороны короля не повлияют». Аналитики отмечают, когда на престол взойдет сын умершего короля, обстановка нормализуется, и это положительно отразится на экономике. Но темпы роста все равно будут вялыми. «Тайская фондовая биржа перенесла критический период. После этого активность уменьшится из-за смерти короля Пхумипона Адульядета. Но на экономику в целом, которая в последнее время восстанавливалась, это большого влияния не окажет». Наследный принц Махава Чирилангкорн сказал, ему нужно время, чтобы оплакать отца. Это означает, что коронация пройдет позже, чем ожидалось.